Всем привет! В сегодняшнем видео я решила рассказать о миксерах и аджастерах для тональных кремов. В общем, меня как-то одно время очень интересовала эта тема, и у меня накопилось немало этих самых аджастеров. В общем, вот столько у меня их накопилось за разное время. Цветных. В первую очередь, конечно же, меня интересуют цветные. Зачем вообще они нужны? Это типа цветокоррекция, там все знают. Не знаю, я не очень хорошо в этом деле разбираюсь, и мне надо было смотреть на вот эти вот круги, вы знаете. Но зачем вообще они были мне нужны? Все дело в моем, блин, этом оливковом подтоне. Ну и, в общем, из-за того, что я никак не могла нормально подобрать подтон, я, значит, заморачивалась. Сейчас, я надеюсь, я успокоилась, потому что у меня это обычно какими-то периодами, то я помешана, то потом меня отпускают. Начну я, наверное, с самых ходовых у нас в стране. Это белых аджастеров. У меня их два. Один от бренда NYX, а другой от бренда LA Girl. И вообще-то они разные по своей идее. Сначала я купила от NYX. Вот, кстати, вот это вот он нетипично так выглядит, потому что просто отвалилась нормальная часть крышки. Непонятно почему. Он у меня давно, и я им не пользуюсь, потому что он уже вышел по всем срокам. Но тут достаточно много осталось продукта. Покупала я его из-за биби-крема от Givenchy, который был темный. Ну, в общем, не сильно помогало этой ситуации. Он осветляет, конечно. Мне было непонятно, почему он меняет свойства продукта. И когда я там пыталась спрашивать, в общем, мне говорили, что дело в том, что надо совсем небольшое количество этого средства в тональный примешивать. Ну, и знаете, как это очень странно, потому что если совсем-совсем-совсем маленькой пропорции его использовать, то он практически, конечно же, не поменяет цвет. И насколько он осветлит. То есть, эта разница, не знаю, ну, может быть, из-за того, что у меня глаз не наметан, эта разница практически будет незаметна. Тогда зачем он нужен? И я смешивала его в соотношении, не знаю, там, 1 к 3, 1 к 4. То есть, одна капля этого и 3 или 4 капли, например, там, тонального средства. Ну, и он мне менял продукт. Продукт становился по суше, что ли. То есть, он приобретал какие-то более матовые свойства. В то время, как, например, вот этот вот аджастер или миксер от бренда LA Girl не таким свойством обладает. В общем, он точно так же осветляет примерно, ну, то есть, в одинаковых пропорциях, если наносить одинаково, а не по пигменту, по стиле пигмента осветляют одинаково. Но он делает продукт не таким, как микс, а он его делает менее стойким. То есть, тональный начинает быстрее как-то, ну, вот, расслаиваться по коже. Ну, естественно, это долго наносить, но, тем не менее, замечу это свойство. Во всем остальном он не влияет на продукт, то есть, он его не делает суши, и все нормально. Все остальное получается нормально, но вот на стойкость он влияет. Ну, и давайте я сейчас покажу, как я их смешиваю. Смешивать я буду с вот этим вот тональным от NYX, потому что он мне немножко темноват. Попробую я показать, как они осветляют тональный крем. Вот, беру я их, и, наверное, я возьму тональный крем от NYX, вот этот вот, в оттенке 6.5, потому что он мне все-таки немного темноват. Кстати, изначально хотела, надеюсь, вот, кстати, видите, он у меня тут вот немножко, наверное, подзасох. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, как он будет стрелять. Я его забыла прочистить, вот, ну, немножко выстроил, кстати, не так, не так критично. И вот я сейчас выдавлю, так, давай-ка, NYX. Сначала я выдавлю NYX, вот так вот он называется, и посмотрим, насколько же он будет, вот такой вот он беленький. И вот LA Girl. LA Girl, конечно, посерьезнее выглядит, хотя в пластиковой упаковочке. Ну вот. LA Girl более такой водянистый, видите, он уже такой распростался по этой палитре, а вот это вот NYX, он такой более плотный. Беру я, значит, вот немножко NYX, наверное, сюда, еще NYX вот сюда. Я не знаю, как это сделать, чтобы это было особенно наглядно. И вот, не знаю, наверное, да, вот этой вот стороной. Вот я наношу чуть-чуть сюда LA Girl, и вот другим шпателем чуть побольше. Вот так вот он. Ну и вот я сейчас их размешаю. Не знаю, может быть, я, конечно, больше нанесла LA Girl, но из-за того, что он более жидкий, он, смотрите, он намного легче смешался с тональным. Так, я на мизинец нанесу NYX. Сюда, вернее, да, это тональный NYX. Здесь у меня смешано с тональным NYX, а здесь у меня смешано с тональным LA Girl. И вот это, значит, просто тональный NYX, это он с аджастером NYX, с миксером NYX, а это он с LA Girl. И вот на ощупь я вам скажу, что смешанный с миксером от NYX, он чувствуется намного более плотным. Он прям густой такой стал. Сам по себе он пожиже. Так, уже распространяется. А вот с LA Girl он еще более жидкий. Ну, конечно же, видно, что светлее. И, ну, не знаю, я, наверное, чуть больше LA Girl нанесла, но посмотрите, насколько светлее получилось все. Ситуация, конечно, облегчается, но, опять же, если вам тональный ненамного темный, то, может быть, и нормально использовать такое средство. Но если вы хотите сильнее осветлить тональный, то, скорее всего, он изменит свойства этого тонального. Другие два миксера у меня есть цветные. Это миксер зеленый от Manly Pro и миксер желтый от LA Girl. Почему такие цвета и как это вообще все происходило? Я, начитавшись про всю эту цветокоррекцию, узнала, что если средство типа красноватое и розоватое, то надо его нейтрализовать зеленым. Он, в общем, у них продается как оливковый. Я скажу, он называется BT04. И я думала, что я его буду смешивать с теми тональными, которые мне кажутся розоватыми, для того, чтобы нейтрализовать вот эту их розоватость. И что я вам скажу, тональные становятся зелеными. Просто зелеными минимум они становятся, знаете, прям что-то типа каким-то беловатыми, сероватыми. Но так они становятся просто зеленоватыми и все. И, естественно, еще и меняется немножко свойство тонального. Ну, то есть он становится тоже чуть-чуть посуше, как вот все, что происходит с NYX. Практически то же самое происходит с ним. Но главное, что цвет не нейтрализуется, он становится просто чуть зеленоватым, зеленым, в общем, как я говорю. Что касается вот этого средства от LA Girl, это же когда я поняла, что, блин, не помогает мне зеленый, а мне не хватает более теплого подтона, я решила, что значит мне нужен желтый. И вот я решила, что надо попробовать. Он называется Pro Color Foundation Mixing Pigment. У них есть еще белый, у них есть еще полморанжевый, есть коричневый и у них еще есть голубой, который типа вообще что-то там нейтрализует, я не помню, что он делает. Поначалу я вам скажу, что я была очень счастлива. На самом деле, наверное, из всех цветных, включая белый, зеленый и вот этот вот аджастеры или миксеры, это самая подходящая для меня вещь, потому что действительно тоналки мои переставали быть такими розовыми. Да, они становились чуть более желтыми, но знаете, как бы все-таки желтый, он смотрится естественнее, чем зеленый, поэтому чуть более желтыми, да. Но есть один минус, еще тональные чуть-чуть становились темнее с этим средством, и я в итоге как-то еще попользовалась теми тональными, которые мне казались, ну, они все-таки розоватые, надо как-то их там типа ужелтить чуть-чуть, я совсем чуть-чуть добавляла. Но я вам скажу, что когда смешиваешь и наносишь, казалось, что супер, но потом в течение дня я ходила и думала, блин, какая же я желтая, какая же я желтая. Ну, я спрашивала, кстати, знакомых, не слишком ли я желтая, говорили, что нет. Ну, вот не знаю, это свое личное восприятие, мне казалось, что я слишком желтая. Так что, вот, ну, само по себе это средство, оно, кстати, не так сильно влияет на тональный в плане, ну, то есть оно близко к тому, что делает NYX, к тому, что делает Manny Pro, то есть чуть-чуть посуше становится средство, но совсем чуть-чуть, то есть, ну, практически это незаметно, поэтому я бы сказала, что это самый удачный, наверное, миксер, который я попробовала цветной. Ну, и давайте я сейчас покажу, как я их смешиваю и какой получается цвет. Я возьму вот этот вот тональный крем от Makeup Revolution, то есть Revolution Pro. Он у меня в оттенке 6, по-моему, да, 6, он называется Foundation Drops, и он относительно нейтральный, и они даже вообще говорят, что он для теплого подтона, но для меня он немного розоватый, ну, и вот как бы просто на нем будет, мне кажется, хорошо видна эта самая разница. Для этих аджастеров от Manny Pro и LA Girl я возьму тональный, который, я считаю, он мне розоват немного. Это вот этот вот от Makeup Revolution, Revolution Pro. В принципе, мне его нормально, я носить его могу, но он у меня сейчас самый розовый, наверное. Он такой жидкий, вот он жидкий, очень жидкий, видите, он прям сразу потек. Значит, наверное, начну я с Manny Pro, зелененький. Вот хотелось зелененький, ну, вот я прям много выдавила. Упаковка хлевая, конечно, и LA Girl. Тоже много. Вот прям желтый, да, вот прям видно, что один прям желтый, другой прям зеленый. Так, ну, вот, я сейчас наберу, наверное, вот сюда чуть-чуть тонального и вот сюда чуть-чуть. Да, тональный, конечно, слишком жидкий, но я постараюсь совсем-совсем немножко взять этих аджастеров. Значит, вот этого чуть-чуть, чуть-чуть, это громко сказано. Смешаю. И желтенького чуть-чуть. Он прям густой. Удалось мне совсем чуть-чуть, кстати, взять. Ну, вот, я сейчас набираю. Значит, набираю я, опять же, ну, как, рукуная палец. Это просто тональный. Это тональный вместе с зеленым аджастером от Manny Pro, а это вместе с желтым аджастером будем свочить. Итак, это просто тональный. Это тональный с зеленым аджастером, а это тональный с желтым. И вот, я думаю, что видно и на камеру. В общем, видно, что произошло. Во всяком случае, мне точно видно. Ну, вот он тональный, да, который, ну, как бы, можно сказать, что он чуть-чуть холодный, да, холодноватый по сравнению, может, с моей кожей. Ну, хотя у меня рука такая, она не сильно оливковая. Добавила зеленый аджастер, смотрите, что получилось. Я в тональном вижу зеленый. Добавила желтый, что получилось. Я в тональном вижу желтый. Совсем чуть-чуть, я понимаю, но насколько совсем чуть-чуть, то есть совершенно мизерное количество, чтобы действительно произошла нейтрализация, не знаю. То есть, ну, я понимаю, что я не специалист. Ну, блин, я по-разному смешивала. Я вот четко вижу зеленый-желтый, зеленый-желтый, вот, не знаю. Дальше я еще попробовала два миксера. Это вот эти два миксера от бренда Catrice. По-моему, они их перестали уже делать. Не уверена. Один осветляющий, другой затемняющий. И давайте я вам прямо их сейчас сразу покажу, как я их использую. Я буду их смешивать. Этот я буду точно так же смешивать с тональным от NYX. А темный я буду смешивать с тональным от NARS, потому что он на мне становится чуть-чуть светлей. Вот, и посмотрим, как это все вместе работает. Ну, и вот эти аджастеры, или как они их там называют, Transformer Drops. Один затемняющий, другой высветляющий. Ну, если сравнить его, сейчас я давайте капну для сравнения. Например, вот он светленький. И давайте я капну немножко NYX белого. Видите, насколько это не белый. И немножко LA Girl. То есть, видно, что Catrice, это, конечно, не белый. Он очень светлый, но это совсем не белый оттенок. Ну, и, конечно же, на самом деле, я на него больше уповала. Я была уверена, что, ну, хотя бы он не то, что будет высветлять, но, может быть, он будет делать теплее мне тональный. Но я вам скажу, что по свойству оба этих средства точно такие же, как и NYX. Вот, реально, они абсолютно одинаковы по свойству. То есть, они точно так же делают тональный чуть суше. Ну, и еще такой момент, да, я сейчас покажу, как это все. Если я, например, хочу осветлить, давайте, опять же, я вот возьму NYX, чтобы его осветлить. И вот, чтобы затемнить, я возьму вот этот вот от NARS, потому что я не знаю, как так. Он на мне, когда его наносишь, становится светлее. Ну, и он еще немного такой более нейтральный. То есть, видите, как так даже они по цвету одинаковые, но почему-то получается, что NYX на мне потихонечку темнее смотрится, а этот светлее какая-то вот такая вот интересная штука. Ну, давайте я их, в общем, один высветлю, а другой затемню. Значит, так, значит, для высветления еще разочек я добавлю катрис сюда, чтобы мы видели, что мы делаем. Сюда темный цвет. Сразу видно, не знаю, мне точно. Это теплый, это холодный. Сюда я наношу катрис. Нормально, так щедро. Сюда я наношу катрис темный. Так, ну, даже я, конечно, забыла тут накапать их изначально для сравнения, но посмотрите, уже даже тут видно, что этот остался все равно теплым, а этот стал еще более холодным. Так, я ищу еще разочек. В лаборатории мы сегодня проводим эксперименты. Так, я хочу же их с изначальной формой сравнить. Беру я изначальную форму и вот измененную. И посмотрите. Ну, видно, что один чуть стал светлей. Ну, конечно, потому что я мало нанесла. Ну, вот он, значит, NYX. Это его начальная стадия, а это измененная. Тут видно уже, что светлей. Но подтон-то остался, потому что у него теплый подтон, и у этого миксера тоже теплый подтон. Нарс. Значит, я вот набираю Нарс изначально, а вот Нарс измененный. Сейчас мне даже кажется, что этот прям вообще такой теплый по сравнению с этим, потому что он стал прям холодным. Вот он, значит, изначально Нарс, оттенок Финляндия. А вот я наношу измененный. Сразу видно, что он стал холодней. Ну, он стал темней, да, но он еще стал холодней. То есть, кроме того, что он затемняет, он еще и делает средства холодней. То есть, вот видите, какое отрицательное свойство у очень многих затемняющих средств. Иногда ведь нужно, действительно, иногда бывает нужно что-то затемнить. И я вот тогда решила, что я буду затемнять тональный катрис. Вот этот вот тональный я хотела затемнять. Но из-за того, что вот он делает все более холодным, то я, естественно, не стала им пользоваться, к сожалению. И так он у меня пролежал. И вот сроки вышли. И вот лежит просто так вот. Напоследок я скажу про средства, которые я, наверное, считаю действительно именно аджастерами, а не миксерами. Это вот эти вот два. И этот вот от катрис. А этот от NYX. В принципе, ну, это как бы хайлайтер, да. Но я так понимаю, что люди его используют, чтобы его подмешивать в тональный. Ну, нормальные люди. Я попробовала, мне показалось, что тональный у меня потерял свои свойства. То есть он перестал быть таким устойчивым, каким был. И один раз я, по-моему, это попробовала. Как база эта штука совсем никак не работает. Ну, вот я думаю, что это действительно подмешивает. Да, он становится тональный чуть более сияющим. Но действительно он как бы вот как вот этот вот. Чуть-чуть меняет свойства. Вот в плане того, что тональный становится менее стойким. А вот эта штука, ну, она практически прозрачная. Это была отличная вообще вещь. Наверное, самая стоящая, что я сегодня показала. Это была вот эта штука. Но они сняли с производства, к сожалению, вот эту прелесть. У меня тут еще осталось. Но у меня все вышло по срокам. И я уже не пользуюсь. Действительно, делала тональное средство более стойким. Но я его, я не смешивала с тональным. Его я выносила как базу. И, ну, я знаю, что по отзывам тоже хорошая вещь. Вот так вот они выглядят. И я сейчас их посвочу. Кстати, так прикольно свочить. Видите? Вот он так очень клево сияет. Но не так он круто сияет потом. Вот эта вот штука, она практически... Ну, она прозрачная, в общем. Так что вот такая у меня сложилась картина. Я думала, что я больше не буду покупать миксеры эти, аджастеры. Потому что, блин, одна с ними морока. Вот это вот процентное соотношение. Иногда это работает, иногда это не работает. Ты, блин, запомнить нормально не можешь. Ну, в общем, не знаю. Я не могу нормально запомнить. В общем, я решила, что все, не надо. Буду я лучше покупать, ну, стараться все-таки выбирать тональные, которые мне подходят. Ну, и к тому же я сейчас как-то попроще стала относиться к этим самым подтонам. Мне кажется, нормально все смотрится. Сейчас на мне тональный от Physicians Formula, который называется The Healthy Foundation. И он называется LN3. То есть, это светлый нейтральный. Светлый нейтральный. То есть, нейтральный, понимаете? И мне кажется, что он очень хорошо смотрится. Есть разница. Я знаю, что есть разница. Я сейчас не знаю, кстати, как на камеру. На камеру я не вижу разницы. Я вижу, что у меня из-за того, что на шее нет тонального, то шея отражается какой-то разнообразной. Из-за того, что на лице есть тональный, то лицо отражается прям как будто бы оно просто идеально. Ну, в общем, я даже сейчас и на камеру не вижу вот эту вот разницу особенную между шеей и лицом. В жизни я вижу небольшую эту разницу, но при этом мне все равно нравится вот этот цвет на лице. Такой более нейтральный. То есть, я поняла, что вот все-таки желтый мне не нужен. Мне все-таки нужен более нейтральный такой цвет. Ну, может быть, чуть-чуть тепленький. Конечно, главное, не холодный. Ну, в общем, да, вот такая вот у меня сложилась картина. Поэтому я решила больше не пользоваться и не покупать эти миксеры и аджастеры. Ну, представляете, сколько мне надо было попробовать, чтобы до меня дошло. Я надеюсь, что я кого-то просветила, помогла в какой-то степени. И я убеждена, что все вот эти вот цветные, все вот эти вот цветные миксеры влияют на текстуру тонального так или иначе. Чем ближе, конечно же, текстура тонального к этому самому средству, тем меньше влияет. Есть, кстати, еще миксеры, которые такие очень водянистые. Вот единственное, что я не пробовала, потому что почему-то они все, о которых я знаю, они все с холодным подтоном. Холодный мне не нужен. Мне хотя бы просто нейтральный. Ну, вот это из всего, что я попробовала. Если у вас есть опыт, хороший опыт использования каких-то миксеров, напишите, пожалуйста. Может быть, я что-то делала неправильно. Я сейчас осознаю свои ошибки, но я все равно не буду больше покупать эти миксеры и аджастеры. Я знаю теперь. Это, конечно, очень интересно. Вот сидеть, это смешивать. Иногда это, конечно же, затратно по времени. Но, в принципе, это так прикольно. Что же касается аджастеров именно, ну, которых я так называю, то есть средств, которые меняют непосредственно свойства тональных. Я тоже сейчас как-то не сторонница. Вот эту штуку вообще давали в подарок подружке, поэтому я попробовала. Ну, еще я, кстати, пробовала у Benefit их жидкий хайлайтер. Я тоже его подмешивала. А мне кажется, что они практически одинаковые. Вот эта штука, конечно, была клевая. Единственное, что я ее не смешивала с тональным. Я ее носила в качестве базы. И вот как база, это было круто. Ну, сейчас они уже выпустили свои такие же базы. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Ставьте дизлайки, если оно вам не понравилось. Подписывайтесь в любом случае. Всем спасибо за внимание. Пока.